школы которые я вам предлагаю все все это описывается в школе я богатый там взрослые позиции детские позиции как перенять ответственность как правильно думать какие программы существуют у нас как эти программы убрать прям переписываем программы там медитации дружба с деньгами потому что нам надо подружиться нам мы же целую войну ну как устроили деньгам да типа я боюсь деньгами у меня проблемы с деньгами у нас целая война с деньгами да вот но тогда они воюют тоже с нами и поэтому они к нам не идут поэтому вот эти все программы убирается это много что и есть вот такой такой момент как детская позиция вот 4 пункта детская позиция жертва я ничего не могу я ничего не получается меня никто не любит меня никто не хочет жизнь вообще плохая деньги несу зло ну короче все виноваты только не он понимаете все виноваты и сосед плохой и там начальник злой короче все виноваты только не он это человек не принимает никогда ответственность за свою жизнь и вот такого человека бог вообще не слышит не видит и не может вести почему потому что первое что нужно это покаяние а что такое покаяние признаться что все ошибки в тебе что бог если я вот досюда дошел то это только вот через вот это вот это вот это я ничего не могу добавить к этому ты добавь ты научи ты покажи как дальше двигаться как дальше жить иначе ты жертва жертва обстоятельств я не могу у меня не получится и так далее или я все сам очень часто я все сам я все сам я все сам нет человек который уважает себя он делегирует работу позвонить ты пожалуйста туда напиши ты там наешь ты вот это видео откройте вот этот банковский счет человек уважающий себя он всегда будет делегировать допустим если я не умею видео резать но я не рождена для этого не научилась да я не могу еще этому сидеть учиться мне это не нужно в данный момент но кто то есть кто это может и поэтому я делегирую эту работу я все сам это получится что я и пухарка и мамка и жена и банкирша и со всеми инстанциями созваниваюсь и все узнаю и короче всех ублажаю и еще и видео режу и потом еще монтажом занимать короче вот это вот я все сам когда человек на себя просто всю ответственность вешает берет и так далее вот ему всегда нужен человек помощник всегда вот а почему бог и создал его как помощницу ну конечно и видео резать но во всяком случае для помощи да вот потом борец за честность это вот люди которые ты не права ты не так ты все делаешь не то это допустим хейтеры которые постоянно пишут там да тебе только деньги нужны там да или люди которые вокруг говорят да тебе только деньги нужны я вам объясню что такое вот борец за честность вот сейчас я допью вот смотрите вот эта энергетика бойца 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 за честность да вот это его энергетика он в принципе ничего больше этому миру дать не может как его критиковать это его вот вот это его энергия поля в чем он крутится у него другого нет но критикует он того кто вот настолько шире потому что тот кто шире у него даже времени нет критиковать он настолько расширен внутри себя что у него нет даже времени посмотреть что этот хейтер делает у него бизнес у него дела горят он живет своей жизнью он летает он ездит он плавает он ныряет а вот этот сидит только смотрит кому бы там что плохое сказать кого бы остановить кому бы там и это вот его энергия это то что он из себя представляет и поэтому тот кто больше на самом деле ему даже не интересно смотреть в эту сторону там если мне какие-то реплики писали но я или убирала просто потому что они но не люблю когда какают мой огород вот но меня это не раздражало меня это не задевало потому что моя энергетика намного больше богаче мой мир богаче мне но у меня нет такого желания вот вот этим вот заниматься или ну как вам сказать понимаете на что мы сконцентрированы то и растет и я сконцентрирована чтобы у меня была большая публика и сконцентрирована чтобы у меня мировое служение было я на это сконцентрирована а человек вот с этой энергетикой сконцентрирован на то чтобы критиковать ходить говорить плохо и так далее это вот его энергетика и он ищет таких людей с большой энергетика где бы по вампирничать на самом деле делать нечего но человек с большой энергетикой широкой энергетикой расширенным мышлением он тот человек который будет думать как ему эти миллионы сделать как пробиться там как пробиться тут ему вот это не интересно понимаете о чем речь его фокус на другом его фокус на том чтобы изменить мир сделать мир лучше чтобы стать там большим даятелем на каким-то там главным человеком там каким-то какой-то звездой у него фокус на другой он день и ночь в этом фокусе что он звезда что он великий что он по всему миру летает что у него везде дома и яхты и так далее ему некогда заниматься вот этим понимаете а энергетика вот этого маленького человечка она пытается в принципе просто подсосаться энергетики большого человека вот и все поэтому вот этот борец за честность ему просто делать ничего на самом деле потому что он мир все равно изменить не может его не хватит но человека высокого уровня как иисус говорит поднимись ко мне поднимись ко мне поднимись ко мне я всегда говорил господь как это подняться к тебе он горит я не спущусь больше на землю на или тебе надо духом подняться ко мне тебе надо мыслить как я мысль у тебя должны быть высокие мысли высокие вибрации я не могу на твоих вибрациях ничего сделать поднимись ко мне так вот человек который поднялся к иисусу ребят его аура его энергетика она может мира светить понимаете вы это очень расширенный человек а с него идет вот эта широкая широкая энергетика пространство и он к себе может только таких людей допускать потому что эти люди они поймут как с этим человеком общаться а человек вот с такой энергетикой будет критиковать он будет опускать он ничего не может дать такому человеку так вот это бойцы за честность и человек вот с такой энергетикой он критикует но не решает ничего даже собственный забор покрасить не может ему никогда он же борец за он же всех должен покритиковать возьми книжку почитай дорогой возьми сделай лучше если тебе не нравится за что ты борешься на то и напоришься ничего хорошего и но не получится и а вот это вот я всех изменю тоже очень-очень детская позиция мы никого не изменим даже соседа на одной площадке мы не сможем никого изменить кроме себя все начинается с тебя меняешься ты все меняется вокруг другие люди приходят другая энергетика появляется другая аура другие деньги другие возможности другие идеи другое поведение другие друзья другие там товарищи а у тебя просто через твою расширенную энергетику расширенное мышление появляется совсем другая другое поле вы не представляете как важно побыть просто сейчас вот моем поле вот как регина сказал мне понравилось у меня не клинило все я не могла ничего сказать и ничего услышать но я четыре часа вас смотрела а почему а потому что она мою поле почувствовала она хотела находиться в моем поле это моя энергетика то что ей сказала сиди питайся она ни слова не услышал но четыре часа сидела это просто супер иногда там записываешь видео да там и ветер такой шум дай человек отчетом так шумно потому что не понимает что неважно но важно то что я говорю но важнее всего энергетика если у тебя много энергетики вот такой богатой энергетики то ты можешь во-первых зарядить любого за заряжать себя в любое время притягивать ресурсы возможности деньги там я не знаю любовь все что угодно через твою энергетику приходит все почему бог сказал ищите прежде царство божье а где она внутри нас вот она когда твое царство божие найдено ты становишься этим царство божьим которое притягивает к себе все что нужно и поэтому очень важно общаться с богатыми людьми находиться в богатом обществе быть в поле богатых людей почему если ты туда хочешь для того чтобы этой энергетикой пропитаться почему миру говорят заходите дорогие бутики смотрите дорогие вещи ты еще не можете купить но ты должен пропитаться этим что да это уже моё аминь 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 вот поэтому через помазание этой духовной школы дух святой все раскрывает внутри вас все маски падают если человек сюда еще с маской зашел типа ничего нам не расскажите я уже все знаю вот тут дух святой через помазание через послание просто снимает все маски и играть вот и истины смотри на себя красавчик еще надо много 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 работать над собой да вот поэтому господь дает мне очень много только потому что я много хочу запишите себе пожалуйста это большими буквами если я много хочу бог мне много дает и помогает мне во всем если я хочу чуть-чуть я вот пришла допустим на школу или вообще не пришла и думаю а вчера уже школа была чем не еще сегодня слушать что наш я хочу чуть-чуть за столько я и получу такую мерою отмеряешь такую мерою отмерено будет отмеришь большой меру господь я голодный я хочу давай еще давай еще давай еще давай еще раз посмотрим эту школу а давай эту школу давай мы еще эту купим а давай вот вот если ты такой голодный тубом голодный давать тебе поэтому медитации увеличение емкости там все медитации которые увеличивают реально вашу емкость чтобы вы начали видеть себя по-другому думать по-другому а любить себя под ним по-другому денежные медитации которые я там выставила ребят это для того чтобы вы расширялись расширялись и если сначала странно как-то непонятно еще раз делай еще раз это просто сопротивление ума когда большие деньги станут для тебя нормой не что-то такое а норма и не убьет тебя ты расширен ты свободно пропускаешь эту емкость эти деньги это норма для тебя тогда начнут приходить большие деньги в твою жизнь тормозим и еще такой момент очень важный момент есть два типа мышления экономить обвинять других что вот у меня не получилось потому что тот виноват это вот мышление человека который зависит от поведение другого человека он продал у меня упала он купил у меня там повысилась да это мышление бедного человека экономить обвинять других зависеть это вот такой линейный способ зарабатывать деньги но есть еще способ и это вера выйти из матрицы полностью и научиться зарабатывать большие деньги войти в свое наследие как богатый ребенок как ребенок который должен получить наследие от отца просто обязан вот это два мышления мышление верующего человека я возьму свое мышление бедного человека зависим от илон маски зависим от соседа зависим от шефа босса и так далее босс закрыл фирму у меня нет денег босс заболел у меня больше там работы ну короче это полная зависимость от обстоятельств но есть второе это выйти из этой матрицы и понять что ты уже здесь и сейчас богатый ребенок и начать зарабатывать деньги начать делать великие дела для господа для этого мира и учеба друзья мои это всегда новый уровень всегда так что вот это не хочу ждать хочу прямо сейчас супер ты получил а теперь станете войди в наследие в этом году кто вот в этом году в этом году в океане и Продолжение следует...